Девушки отдыхают Продивизион через слот в рейтинге Они заняли одно первое место даже в G7 Чем, в общем-то, заслужили много уважения, я думаю Хеллборн, команда Лоуд известна тем, что обыграла Котов И даже в Бот Рид 2.0 Их обыграли, за что получили, конечно же, тоже немало рейтинговых очков И тоже попали в G1 в Продивизион из рейтинга Молодчинки и Лоуд это Лика, Рейдж, Тубладу, Эрпоизон и Модитус И ребята выбирают себе героев И Темпеста, Ралли, мужик, Хидденбанни Фаидай, Мараксус В Хидденбанни от Хеллборна Глацик, Мурми и Пэбл Кипер, Блицевич, Слэйр Вот такой логпик нас ждет в этой игре Первым героем был выбран инженер для Легиона Хеллборн ответил Дэдву Доминифор и Мастер Вармс И что-то еще одно для команды SWAG Не знаю, все ли команды относятся с достаточной серьезностью к текущим групповым играм Но они пока что только начинаются Еще только второй день и немного еще пар сыграло Хотя дальше будет горячка гарантированная Когда будет понятно, кто же, какие же четыре команды пройдут в плей-офф И кто не пройдет Думаю, что стараться почему-то по результатам, по крайней мере, прошлого G1 Ребята начинают немного позже, чем сейчас Посмотрим, что получится Плаграйдер, последний пик из общего пола для команды Легиона И один герой для лоудов Уже сейчас мы посмотрим, кто же это будет Мид Есть, ребят Хардлайн потенциальный Дерево будет... Ну вот они врачи-тах забрали на случай, если вдруг нужен будет Хардлайн Потому что свои, наверное, кибера пикнут Нет, кибера не пикнут Значит, кибер, наверное, достанется Хеллборну И будет ли это Лесник или нет Вайлд Соло уже не получится Два персонажа из Логпика для команды Лоуд В принципе, все смотрится мило Не знаю, увидим ли мы Блица в этой игре Но... Мурмик, Вичслейер, Глациус, конечно Кибер и что же Неужели что-то необычненькое? Глацик смотрится всегда хорошо в любом пике Поэтому его еще и... Масса ульта, которая не часто, в общем-то, проявляет себя Но она все равно полезная Дэм уже все равно много Глацик просто не всегда доживает даже до 6-го левла Это Мурмик Все-таки для команды Лоуд интересно Неужели роуминг Мурмидон какой-то мы увидим Ну и Глацик для Легиона вполне логично Итак, Легион, команда Суаг Это Инженер, Плаграйзер, Глациус, Павелс И Мастер Вармс, Хелл Борн Команда Лоуд И это Кипер оф Де Форест Дедвуд, Нимфоран, Мурмидон И Рэчет Хэг Дедвуд Почти 100% вероятностью будет стоять Мидлайн с какой-нибудь Нимфорой Мурмик будет, наверное, роумить Я так предполагаю, врач с Хаксу Луизи Хардлайн Кипер Ну или Кипера через лес Разыграет команда Лоуд И скоро, уже очень скоро мы это увидим Гуд лак и хэв фан Хэв фан, как обычно, нам Гуд лак, как обычно, им Ну и посмотрим на первую игру Из Б.О.2, Б.О.2 То есть две игры будут играть В любом случае не будет третий И эти две команды 2-0, если кто-то из них победит То получит 3 очка в рейтинг 1-1, то каждый получит по одному очку Ну и проигравший 0-2 Получит, получит 0 Групповой этап, кстати Освещается на Спортгарин.ру Слэш Гарин И вот, вот, вот Вот эта ссылочка И вы можете посмотреть Как там стоят дела Дела обстоят пока что Хорошо только у команды Иц У них единственных 3 очка Все остальные пока играют По одному 1-1, все остальные матчи были сыграны Газе вчера не сыграли с Кламой Вторую игру Почему-то там то ли спать Отправились, то ли еще куда Но сегодня, наверное, будут они ее доигрывать Будет ли это еще 1-1 Или нет, посмотрим Ну а сегодняшний матч Начинают именно Сваги с лоудами А продолжат по ходу Газе с Ицами Ицы пока очень хорошо себя ощущают Очень много Много общаются Своей, так сказать Потенциальной доминацией И очень-очень верят в свою победу Выступают на них, конечно Тоже очень хорошо И в принципе Даже против Газе В смысле не даже А против Газе Они, скорее всего Тоже могут вполне легко Осилить какой-то 2-0 Хотя это мы посмотрим После вот этой вот встречи Лоудов со свагами Здесь моя ставка Честно говоря, наверное Либо 1-1 Либо 2-0 Именно в пользу Легиона Низ и его товарищи Москвичи Зевскрутся в обе гонной Кай Очень-очень не слабые Даже вчера с котами 1-1 они сыграли И сыграли, хотя и странным пиком Но достаточно сильно Пока пауза Какая-то Я бы сказал Не спортивная Перекур 3 минуты Просто команда Легиона Но могли они, наверное Как-то и до старта Игры этим заняться Судя по Монопоушенам пока Правда, двум Дерево, наверное, все-таки Придумало себе лес Пойдет ли мой дедус Хардлайн тогда? Если да То это очень странно Скорее Скорее Если дерево лес То что вообще тут можно придумать 2 саппорта Но не получается Куча соло-линий Дерево, наверное, нужно Эти все-таки На Хардлайн Не будет же Соло-изи какой-нибудь Соло-хардлайн Мурмидон Хотя Посмотрим, что придумают Лоуды Паузу Волт и Хеллборн И они уже готовы Отжимать Легион до сих пор ожидает Очень у свагов В принципе Все неплохо Но, как всегда Многое зависит от Пауза Пауза Инженер Наверное, Мидлайн Глацик Мастер Вармс Наверное, Изи Лайн Ну и ПР На Харде На нем, кстати, играет Зевс Хотя, насколько я знаю Ребята играют на Лайне Поэтому, в принципе Могут Меняться компьютерами Вместо Свапа в игре Поэтому не исключено Что это Не Зевс Да, дерево Все-таки Харда И две даблы Мурмику Можно неплохо Пороумить Однозначно И Для него Роумящая Позиция Сейчас в игре Будет, наверное Самой эффективной В Рачетхаге Не факт Что сильно Удастся помочь Вверху Пойдут Попробовать Забрать ПР Что-ли Втроем Вчетвером ПР не рискнул Вот непонятно Видеть ли Курицу Нимфору Похоже, что на засаду Против Дэдвуду Они, конечно же Вдвоем Очень сильно Осилят Поэтому Наверное Мурмик С нимфором Вместе Пойдут Роумить На мид И попробуют Там забрать Какого-то Инженера Вполне Возможная Такая вероятность Дерева Пытаются Отводить Крипов Глацик С Мастер-Армсом Не очень Хотят Чтобы это Произошло Прям максимум Внимания Этим Кактусикам Но у Кипера Получилась Его задача Крипов Он отвел Похоже Проблема Будет Именно У Плаграйдера В скором Времени Мурми Не попал Не получится Продолжить И Жалко Конечно Мурми Выкачал Именно Уитфилд И начал Он А не Врачит Хаг Плаграйдер В безопасности Нефор Осталось Хага И Мурми Ушел На мид Ну Пэр Уже взял Второй Левел И С Хагой Даже Может Стоять На равных Если Даже Не Выигрывать Линию Пока Нефора Осталось На линии Конечно В Рэччет Хаге Дела Попроще Но нефора Скоро Будет Нужно Покинуть Своей Верхний Лайн Здесь Хорош Все правильно Продумал Вовремя Очень дал Новую Развел Нужно На хэлс Поушен За счет Огромный Муз 5000 Правильно Поддерживая Рэнджу Всех Своих Скиллов Пэр Достаточно Неслабосты Даже В принципе Спаверсит Хаги Могон Продолжит Но Уже Есть Некоторая Опасность У Хаги Откатится Через 4 Секунды А у Пэра Но Через Одну И Там Возможность Была бы Но Скорее Умер Был От Ним Форы Уже 4 4 Блаз Съел Пэр И Продолжает Стоять Свою Хардлайн Который Действительно Тут Кипер Похоже Не Мисс Но Глацик И Блаз Для Команды Сваг И С Этим Мы И Поздравляем 1 0 В Пользу Легиона И Удачно Пришедший Глацус На Медлайн Дал Пэбосу Блаз Ласт Теперь Кроме Банки У него Подавляются Достаточно Быстрые Ботинки И Соответственно Дальше Стим Бутс А У Дэдвуда Банка Только Только На Вот Этвуда В полтора Раза Больше ХП Чем Мурмик А Мурмик Кстати Не Вкачал Третий Скилл Уйти Быстро От Атаки У него Не Получится Руна Внизу Это Инвиза Достанется Он Наверное Бэбосу Достался На Банковый Энжик Да Мурмик Заберет Ботинки Большая Батарейка Почему То Вот Именно Такой Раскачиваю Бэгон Дно Глацик На Инвизе Молод Был Знал Что Не Добьет Крифа И Заюзал Стан Чтобы Убить Три Скрипок Кстати У Мастер Вармса Уже И 27 У Пэбос Они Явные Лидеры По Всем Показателям Пытается Угнаться Немир Зевс Второй фраг Для команды Лиона Делает Врачед Хаг Сможет ли Продолжить ППР У ПР Под Хаунд Под Хаундом Не сможет Юзнуть Банку Эх Все Такие Лоуд Открывай Отчет И Можете Тут Сделать Фраг На Зевсе Хотя Ну Почти Казалось бы Получилось Зевсе Закайтить Что нибудь Ехали С Пэбоса Втроем Гангл У Пэбоса Ничего не вышло Не догнали Мурми Внизу Муа Шестой Кипер Шестой Тоже У Кипера Кстати С фармом Все в порядке Но только 15 Крипов Вроде бы Он По крайней мере Свою харду Стоит Очень Стоит Очень Неплохо И фармит Что-то И выгнать Его не Получается Хотя Мне кажется Давно Пора Было бы Уже Кипер Пока Ничего Не покупает 880 Копеек У него Мои Узнул Ульту Причем На Пэр Он Узнул Эх Был бы Пэр Сейчас Шестой Левел Наверное Даже Убил бы Двоих Кипер Если что У него Есть Корни А Антинвиз Все равно Глатуса Никакого И Сывание Отпускает Лику Еще Раз Я Сегодня Не Такой Активный Уже Извините Хотя Сейчас Просто Пассивная Стария Игры Во-первых А во-вторых Я Просто Слегка Подустал Все-таки Рабочий День Последний Слава Богу Уже Завтра Сегодня Выходные И Поэтому Тяжеловато Целый день Заниматься Какой-то Активностью Вечерком Быть Таким Много Энергии Ну Я думаю Постараюсь Как-то С этим Справиться По крайней Мере Информатизацию В плане Происходящего Мы Все Вместе С вами Получим Так Точно Дедов Шестой Левел На Мидлайн И обогнал Уже Павлоса Хотя Кстати Ну Здесь Отчасти Из-за Триплы Павлос Не Добирал Экспы Хотя В принципе Фарма У него Побольше 42 Крипа В два Раза Для Мастер Варса Моа Тысяча денег Будет ли он Сразу выходить На Какой-нибудь Ноустоун Наверное Да Похоже Будет пытаться На Мастер Варса Керить Эту игру Пэр Шестой И он Стал Уже Поопаснее Въезжать Прям На него Хага С нимфорой Не захотят Пебли Встреча С нимфорой Наверное Была бы Критичной Но Пэблос Выбирает Целью Все-таки Врачет Хаг Внизу Въезд Поглад Дэд Приходит Вместе С Мурмидоном На нижнюю линию И никак Мастер Варса Тому противостоять Не сможет Достанет ли Ультой Кипер Вот это вопрос Вверху Как и планировалось Пэблос Все-таки Достает Ультой Пэблос Заврас Киро Чит Хаг Вместе С Пээром А здесь Ульты Кипера Не хватило Чтобы продолжить Пэблос Сверо Армсу И Втроем Сделали Флэраг Только Наглац Ну это Второй фраг Для команды Лоуд А Пэблос Верху С Пээром Реализовали Третий Для команды Сваг Сваги Ведут 3000 Золота И Наверное Достаточно Уверенно Себя Чувствуют Дерево Без ульты Пэр Седьмой Вровень Дюс Рачих Хага И даже Уже Есть Фраг На его Хартлайде Третий Фраг Для Багон Дно По Пэбусах Все Очень Хорошо 1000 День До ПК И Дальше Его Роум Будет Поэффективнее Чем У Дедвуда У Которого Фарма Нет Когда же Убьют Это Дерево Глацик Как-то Или Не Дрегирует Или Даже В Планы Не В Ходит Пытаться Обивать Кибера Есть Попер Но Он Кажется В Безопасности Даже Не Попросил Ульту Мастер Ларкса Хотя Дедвуд Ультан Моа Выжил Моа Нимфора Поможет Ли Как-то В этом Фраге Ну Мурмидона Правда Начнутся Проблемы На Мидлайне Дедвуд Дедвуд Бросил М� Начат Регион Has Destroyed Хелборн Тауэр Пеблс забрал Мурмидона и Портал Кейс Радвый уже реализовал еще один фраг Уже 1000 голды сверху от ПК и 12 минута всего лишь у нас ПР давал ли ульту? Кстати, вполне бы мог Неплохо. И даст есть. И ульта инженера. Это позволяет сделать еще один фраг для Пэблса, забрав кипера. Дефореста в 9-2 выигрывает команда SWAG. Легиона уничтожила Хеллборн Тауэр. Убивать. Делать ему особо нечего. Что он там? Ну, наконец-то, наконец-то, 7 бутс на порталке. Еще очень далеко. Я думаю, что лоуды должны подрасслабить булки уже в этой игре. И не знаю, чем они тут будут пытаться вытянуть. Пэблс, все нормально, очень быстро находят цели. Сразу же их реализовывает Глацик. Да, уйдет от Нимфора, Нимфора не хочет продолжать. Ульта дерева не поможет. Ой, ульта по двоим. Что это было? Пэблс не очень удачный. Это не очень удачный основ. Нашли настоящий Врачитхагу. Она еле уносит ноги. Все выживут, даже после ульты. Ну, хотя бы Дэдвуд сделал фраг на Зевсе. Ну, с дабл дэмэджем, с ультой. Нелегко было бы забрать плаг райдера. Но это третий фраг для команды Лоуд. И хоть немножечко денежки для Дэдвуда. 700 копеек у него. Это еще полторы тысячи до порталке. Ну, стоун на Моа. Конечно, помогло ему немного. Экшен на нижней линии. Он не умирал. У него один фраг, один ассист. И дофигища крипов. 104. Мы уже нафармливаем мастер варм с командой Льона. И это очень быстрый ноустон. 15 минут сверху с гаустмарчерами вместе. И ринг оф тичер. Это очень быстро и очень много фарма. Паплс. Ест под Эдвуду. Получится ли его забрать? Но инженер пытается помочь. Успеет ли дать ульту? Даже решает под Эдвуду не давать. А вот по киперу, наверное, имело бы смысл. Нимфора прилетелась на ульте сама. На ТПшке прилетает варчит хаг. Получится ли забрать мастер варм сандух. Еще один фраг на этот раз на кипере. Кипер даже не пытался ультануть. Лоуд консидер от команды Лоуд. И свагам, я думаю, уже можно не спеша присуждать победу. Да, сваги в этом раундапе одержали достаточно быстро и уверенно победу всей. И они нашли силы за 16 минут победить команду Лоуд. 1-0 в нашем раундапе этих двух команд и их игру. Еще одну мы посмотрим в нашем групповом этапе. 1-1 уже. Уже мои прогнозы пока немножко сбываются. Но смогут ли Лоуды этот 1 со своей стороны вытянуть? Посмотрим очень скоро. Потому что попахивает уже 2-0. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.